В Санкт-Петербурге 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 vast музеев коллекционеров Представлено здесь несколько музеев Пifica печатных машинок Коллекция старинных упаковок Коллекция фарфора Мы очень рады что частные музеи теперь имеют возможность выставлять свои коллекции В доме музеев На сегодняшний день это одна площадка И в перспективе это будет сетевой проект В этом месяце xtonские раритетные экспонаты представляет музей имени Вадима Орлова из Ярославля. Это большое собрание художественного фарфора и старых частных русских заводов, а также советского и современного производства. Все вместе это представляет живую, довольно полную картину развития производства фарфора и фаянса в России. 5 тысяч экспонатов находятся в нашей коллекции, около 3 тысяч выставлено в музее. Сейчас на ВДНХ приехало около 100 экспонатов, которые находились не в основной экспозиции, а в запасниках. Поэтому гостям своего музея, мы говорим, вы можете съездить на ВДНХ и посмотреть те экспонаты, которые у нас не выставлены. А гостям ВДНХ, мы можем сказать, приезжайте в Ярославль и посмотрите нашу коллекцию более подробно и более в расширенном формате. Экскурсоводы и лекторы проводят в стенах музея занимательные мастер-классы, которые понравятся как детям, так и взрослым. Посетить выставки в Доме музеев на ВДНХ можно ежедневно. Поэзия как способ понять мир современной женщины. Такую философию несут стихи поэтессы Светланы Машевич. О том, что дает силы для творчества и где искать поток вдохновения, узнаем в следующем сюжете. Несмотря на осеннюю непогоду, любители поэзии до отказа заполнили один из залов Московского музея Сергея Есенина, где 25 сентября состоялся творческий вечер поэта, члена Союза писателей России Светланы Машевичи. Несмотря на то, что Светлана проживает в далеком городе Снежинске, ее стихи хорошо известны любителям поэзии. Светлана представила публике свой пятый поэтический сборник «Медея». В него вошли стихотворения, наполненные яркими и во многом мифологическими образами. Как отмечает сама поэтесса, именно живые эмоции, чувственные и философские размышления о жизни – главные темы в ее творчестве. У меня каждая книга – это рассказанная история. В книге про Зерпина я искала просто концепцию именно украденной и потом брошенной судьбы. И вот это как раз образ про Зерпина оказался. «Медея» для меня – это воплощенный дар, то есть живое воплощение дара. И вот все, что трогает человека, очень сильно трогает меня всегда. То есть я страдаю, за каждого могу прям пострадать по-настоящему. Глубокое философское осмысление женских образов, взятых из римской и греческой мифологии, таких как про Зерпина и Медея, делают поэзию Светланы знаковой, узнаваемой и яркой. Осмыслению самобытного творчества Светланы Машевича зрителям помогли музыкальное сопровождение Натальи Морозовой, пластические танцы режиссера театра «Экс» Вероники Гуриной, актерское чтение актрисы Людмилы Хоречко и поэтический перформанс поэта Веры Липатовой. Зрители оценили творческую атмосферу вечера и с удовольствием поделились своими впечатлениями. И мне финал просто очень понравился, потому что он был иллюстрирован этим танцем. Танец подчеркивал вот это настроение, эту вот атмосферу. И это было очень здорово. В это время года как-то обостряются вот эти чувства. И не то, чтобы подводишь итог прожитого за год, а осень, она подчеркивает вот эти чувства души, глубина вот этих вот красок. Здесь вдоха нет лишь выдохом, на волю, но вглубь земли пускает корни ствол, ужель посаженный твоим веленьем, твоим веленьем будет срезан прутик, побег желанный в отроческий сад. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране и городе проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.rm.sobaka.yandex.ru До новых встреч и до свидания!